Добрый день Приветик, вот вам букетик Здравствуйте, мои дорогие Ух ты, сколько одуванчиков А где же вы их нарвали? А мы их не рвали Это не мы, это енотыч Как енотыч? Он что, одуванчики собирал? Нет, он на огород пропалывал Ага, мы из сорняков эти цветочки выбрали и вам принесли Нам их жалко стало Они такие симпатичные, яркие Да, носит одуванчик желтый сарафанчик Подрастет, нарядится в беленькое платьице Но, к сожалению, это страшный сорняк для огорода Ну и что, они все равно красивые Да Тетя, а давайте их в воду поставим? Конечно, поставим Вот в этот стаканчик А я предлагаю вам сделать корзиночку для ваших одуванчиков Корзиночку? Ой, как интересно Ну что, давайте сделаем, а из чего? Ну, например, вот из такой крышечки от шампуня, ниток и проволоки Только сначала нужно сплести красивый шнурок для края нашей корзиночки Как сплетем? А мы сплетем его при помощи узелкового плетения макраме Возьмем подушку для макрамы, булавку, нитки И сплетем шнур узлами фриволите А я помню, что такое фри-в-ли-фриволите Мы цветочный горшочек такими узелками украшали Так, фри-фри... Не, не помню Я сейчас покажу, Коксик, смотри Берем две нити Одну короткую, другую длинную И заколем их серединки на подушке Короткие нити будут ведущими, а длинные рабочими Молодец, Шунечка, ты все очень хорошо запомнила Ведущие будут в центре, а рабочие по краям Теперь рабочими нитями мы будем заплетать по два узла с каждой стороны Сначала справа Так, справа Потом слева Так это, это оказывается совсем не сложно Так, значит, это слева, да? Справа и слева чередуем Нет, вот сейчас это справа или слева? Сейчас это слева Так, значит, следующие должны быть справа, правильно? Правильно, Коксик Так, два правых узла Теперь два левых узелка Еще два правых Еще два левых И так до конца нитей Совершенно верно, Шунечка, получается Вот такой красивый шнурочек Теперь приклеим его по краю корзиночки Возьмем крышечку Немножко нанесем клей И прижмем шнурочек Аккуратненько покажем А теперь у корзиночки Ажурный краешек Правильно Так, а зачем нам вот проволока? А из проволочки, Коксик Мы сделаем ручку для нашей корзиночки Только сначала Оплетем ее Витым шнуром Ой, а как мы это сделаем? А мы возьмем одну нить Сложим ее вдвое Заколем вместе с проволочкой И будем оплетать проволочку Но только с одной стороны Только с правой Смотрите Видите? Ниточка уходит влево Да, видим Она как будто просится погулять Ага А сейчас мы ее протянем Под проволочкой И вернем на место И будем продолжать плетение С правой стороны Еще Четыре-пять узелочков И опять ниточку придется возвращать на место Получается Витой шнур А мне нравятся узлы макраме Похожи на морские Ты абсолютно прав, Коксик Макраме Очень древнее искусство Но в основе его лежат Именно морские узлы Как интересно А что теперь вот с этим шнуром делать? А теперь мы завернем Немножко края проволочки Чтобы ниточки не соскочили И придав проволочке форму ручки Приклеим ее по бокам крышечки Вот так С одной и с другой стороны Неправда! Корзиночка получилась! А мы сейчас приклеим к ручке Вот такой маленький бантик И она будет нарядной Вот так Теперь готова И в эту корзинку Можно налить воды И поставить в нее цветы И я думаю Вашим одуванчикам Будет очень уютно В этой корзиночке Держите Ой, как красиво! Спасибо, тетя Алла Только не забывайте Подливать свежей водички И подрезать стебельки Тогда ваши цветочки Будут стоять долго Не, не забудем Не забудем! Будем подливать обязательно! А потом мы ее будем использовать И для других цветочков Ну, например, ромашек, фиалок Вот и хорошо! А теперь пришло время Прощаться с ребятами До свидания, мальчики и девочки! До встречи! Всего вам самого доброго! Храни вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин